Во-первых, я живу на трассе, не на трассе, ну, в общем-то, рядом со мной находится эта трасса Москва-Санкт-Петербург. Для меня очень здорово, что открыли эту дорогу, как мы стояли в Химках, просто теряя, не знаю, там по три часа времени. Теперь эти проблемы разрешились. Конечно же, я отношусь к этому только с положительной стороны, это очень здорово. Пока дорога бесплатная, пока мы наслаждаемся, пользуемся. Когда станет платной, понятное дело, что это проект очень дорогостоящий, то, что связан вообще с дорогами и с движением, конечно же, за это нужно платить. Вопрос, какова цена будет за это и все ли готовы за это платить, может, кто-то не готов, но всегда же нам оставляют альтернативу, допустим, та же старая дорога через Химки. Ну, кстати, она разгрузилась в связи с новой. Платные парковки. Действительно, в Москве большая проблема припарковаться. Это действительно так, мест нету, за это штрафуют, парковка в неправильном месте. А людям деваться некуда, где им еще парковаться. Они заезжают на газон и бросают свои машины, их эвакуируют. Теперь, слава богу, что как-то решается эта проблема. Есть машины места, на которых можно парковаться, пускай это за деньги. Может, кто-то себе не может это позволить, да, он может оставить машину на метро, доехать в центр Москвы на метро. Ну, не знаю, как бы в нашем случае я вижу только плюсы. Но, опять же, вопрос цены. Человек в центре не может припарковаться, он оставляет машину там за пределами Садового кольца. Если он может себе позволить, он выезжает в город. Как бы это нормальная история, это мировая практика, не мы первые это начали. Поэтому это имеет место в нашей жизни. Это все нормально. Продолжение следует...